История возникновения бумажных денег. Ипотека в 2024 году. Брать или не брать? Аномальное потепление на территории Казани. Как вернуться в рабочий ритм? Всем привет! В эфире универновости, а в студии Максим Мартынов. В Синах-лаборатории археологии и этнографии Елабужского института Казанского федерального университета активно проводится работа по обработке материалов с раскопок Ромашкинского археологического комплекса. Раскопки проходили в 2023 году в рамках реализации гранта от Росмолодежи. Антропологические исследования и обработку материалов проводят студенты-археологи студенческого научного кружка «Артефакт» во главе с научным руководителем, доцентом кафедры всеобщей отечественной истории Елабужского института КФУ Альбертом Негамаевым. Разведка и раскопки на месте Ромашкинского археологического комплекса в Чистопольском районе Республики Татарстан проводились с целью изучения артефактов и останков, которые позволят познакомиться с этнокультурной картиной данного региона. Участниками экспедиции стали не только студенты и члены научного кружка, но и выпускники Елабужского института КФУ. Многие из нас в детстве задумывались о том, откуда берутся деньги и почему их нельзя напечатать, к примеру, дома на принтере. Чтобы ответить на этот вопрос, стоит обратиться к истории. 9 января как раз отмечается день рождения бумажных денег в России. Кто первый начал печатать деньги и как проходил этот процесс в Российской империи, узнаете в следующем сюжете. Российский опыт печатания бумажных денег основывался на перенимании традиций других стран. Первые бумажные деньги появились еще в Китае в X веке. Затем этот опыт перешел в европейские страны, а позже и в Российскую империю. Когда Екатерина II подписала манифест о введении ассигнаций, достоинством в 25, 50, 75 и 100 рублей. Необходимость денежной реформы объяснялась нехваткой серебра и тяжестью старых медных монет. Когда перевести большую сумму можно было только на телеге. И поэтому вопрос о печатании российских бумажных денег, он в полном объеме стал в период русско-турецкой войны. В 1769 году, когда действительно российский бюджет очень нуждался в выполнении финансовом. Вот имелись проблемы, связанные с дефицитом бюджета. И вот Екатерина II принимает в 1769 году решение о том, что Россия приступает к выпуску бумажных ассигнаций. Изначально все ассигнации, независимо от номинала, выглядели одинаково. Грамотные покупатели различали их по водяным знаком, с государственными девизами. В то время находились и те, кто стирал пятерку и вписывал 25 или 50. Чтобы бороться с такими махинациями, в 1786 году ассигнации стали делать разного цвета, в зависимости от номинала. Пятирублевка стала синей, десятирублевка – красной, а ассигнация на 100 рублей – желтой. Это также облегчило жизни тем, кто не умел ни читать, ни писать, а не ориентировались по цвету купюры. Традиция печатания цветных денег перешла и на дальнейшие их выпуски, дойдя до 20 века. Как и сейчас, так и тогда разрабатывается дизайн денежных купюр. Этот дизайн определяется… В настоящее время мы его рассматриваем общенародными рассмотрениями. Нам показывают образцы денег, какими они будут. Даже иногда проводятся какие-то обсуждения дизайна. Если мы говорим об исторических аспектах, то, конечно, вопрос о дизайне денег, он находился на самом верху. То есть личная императрица рассматривала те образцы, которые предлагались, и утверждала их. На данный момент в России активно используются как безналичные платежи, так и наличные деньги, банкноты и монеты. Купюры представлены номиналами от 5 до 5 тысяч рублей. Изображения, размещенные на них – одни из самых узнаваемых и символичных элементов финансовой системы. Исторические и культурные личности, научные и технические достижения, уникальные достопримечательности городов и архитектурные сооружения. Все это можно найти на российских рублях. Кристина Отекина, Универновости. С 23 декабря 2023 года первоначальный взнос по льготной ипотеке со ставкой 8% для всех граждан повысился до 30%. По всем остальным госпрограммам остался на прежнем уровне 20%. Однако с 1 января 2024 года начинают действовать новые требования Центробанка. Так что взять любую ипотеку даже с первоначальным взносом 20% теперь довольно сложно. О том, что конкретно стало объектом изменения, расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. В 2024 году в ипотечном кредитовании ожидается несколько существенных новшеств, которые затронут большинство заемщиков по ипотечным кредитам. Во-первых, будут ужесточены требования к получателям льготных ипотечных кредитов. Уже произошло и ожидается еще большее повышение первоначального взноса, что заставит людей сначала копить деньги или находить их каким-то иным способом, и лишь затем претендовать на получение льготного ипотечного кредита. Во-вторых, ставки по льготным ипотечным программам уже не столь низкие, хотя они отличаются от ставок по коммерческой ипотеке практически в два раза и более. В-третьих, часть льготных ипотечных программ будет свернута официально, а пока часть из них действует только до 1 июля 2024 года. Поэтому после 1 июля они могут прекратить свое действие, если не будут продлены. Таким образом, те, кто претендует на получение льготной ипотеки, вынуждены будут выполнять более жесткие требования. Кроме того, в части коммерческой ипотеки можно отметить значительный рост ставок. При ключевой ставке, установленной Центральным банком на уровне 16% годовых, безусловно, ставки по коммерческим ипотечным кредитам будут, если и ниже этой цифры, то ненамного. Кроме того, некоторые банки уже объявили о том, что будут предоставлять льготные ипотечные кредиты только тем гражданам, которые будут приобретать жилье у аккредитованных застройщиков. То есть невозможно будет выбрать жилье по своему усмотрению, нужно будет выбирать только то, что предлагает конкретный банк. Все изменения и нововведения, которые планируются в этой области и уже частично сделаны, направлены на сокращение спроса на ипотечные кредиты. По коммерческой ипотеке ставки уже являются запредельными, а по льготным ипотекам вводятся все новые дополнительные требования и ограничения, направленные на снижение количества граждан, которые смогут взять эти ипотечные кредиты. Центральный банк в 2024 году повышает требования к банкам, которые предоставляют ипотечные кредиты, ну и вообще кредиты, заемщикам, которые уже имеют достаточно высокую долговую нагрузку. Таким образом, те граждане, у которых уже есть большой долг, им будет сложнее получать не только ипотечные, но и любые другие кредиты в банках. Таким образом, правительство и Центральный банк надеются притормозить раздувание кредитного и ипотечного пузырей, чтобы притормозить рост цен на жилье и в какой-то степени ограничить ускорение темпов инфляции. Елизавета Газизяна, Универ Новости. Жестокие морозы – главные гости этой зимы. Жители России и Республики Татарстан уже длительное время ощущают на себе все прелести снежного времени года и с нетерпением ждут его окончания. Однако надеяться осталось совсем недолго. Синоптики обещают, что начало следующей недели станет особенным и температура воздуха опустится до минус 4 градусов по Цельсию. Подробнее смотрите далее в сюжете. Новый 2024 год в Татарстане начался с сильных морозов. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана опубликовало традиционный обзор погодных условий в Республике на предстоящую неделю, согласно которому аномальные холода продержатся в Республике как минимум до Старого Нового Года. Синоптики прогнозируют, что в среду 10 января в Республике Татарстан ночью местами сохранится небольшой снег. Днем с ростом атмосферного давления осадки прекратятся. Температура воздуха ночью и утром составит от минус 21 до минус 26 градусов. Днем ожидается от минус 18 до минус 23 градусов. Аномально холодная погода в Татарстане сохранится. И сохранится она как минимум на ближайшую декаду. И ближайшая декада прогнозируется с аномалией около 8 градусов ниже климатической нормы. Напомню, что климатическая норма для этого периода составляет около минус 10 градусов. Но в то же время в эту декаду не исключены и такие температурные колебания. Так, например, уже в четверг и пятницу этой недели мы ощутим на себе некоторое смягчение. Несмотря на то, что начало месяца оказалось аномально холодным, на следующей неделе ожидается долгожданное потепление. Температура воздуха снизится до минус 10 и продержится в этих значениях до четверга. Также предположительно выпадут осадки в виде снега. Теплые вещи не стоит убирать, ведь они нам еще пригодятся. В выходные вновь нас ждет некоторое похолодание и тогда дневные температуры, даже дневные температуры будут ниже минус 20 градусов. Стоит отметить, что у нас и вообще начало этого месяца оказалось аномально холодным. Так, средняя температура первых 9 дней этого месяца имела среднюю температуру минус 19,8 градуса. В гидрометцентре республики предупредили, что низкие температуры воздуха в сочетании с порывистым ветром могут привести к переохлаждениям и обморожениям. Это значит, что выходя на улицу следует быть особенно осторожными в соблюдении мер безопасности. Теплая одежда, минимум открытых участков тела и сокращение нахождения на улице – важные составляющие комфортной зимы. Но не стоит забывать, что похолодание – это не только проблема, но и возможность. В холодное время года можно насладиться зимними видами спорта, такими как лыжи, коньки и снегоходы. Все эти морозы – временные явления, за которыми приходит теплая и озеленевшая весна. Елизавета Газизянова, Валерия Карташова, Кристина Отекина, Николай Осуховский, Универ Новости. Новогодние выходные – это время отдыха, веселья и, конечно же, общения с близкими. Однако, рано или поздно праздничные дни подходят к концу. И перед нами встает вопрос – как вернуться к трудовым будням, не испытывая стресса и не теряя настроя на продуктивную работу? Долгожданные новогодние праздники подошли к концу, и пора возвращаться к трудовым будням. Но после нескольких дней расслабления и отдыха непросто вновь включиться в работу. Именно поэтому стоит задуматься о важном вопросе – как вернуться в рабочий ритм максимально комфортно и продуктивно. В первую очередь стоит обратить внимание на режим сна. Нередкое явление, когда из-за отсутствия нужды в раннем подъеме биологические часы сбивают свой ход и заснуть вовремя, а тем более проснуться в холодное зимнее утро становится очень трудной задачей. И как-то вот так экстренно сказать, что вот я сегодня, до этого я ложился там в час-два, в три утра, а завтра у меня на работу, я сегодня лягу в десять. Да, человек ляжет, но он не заснет, потому что у него произошла сбивка режима уже. Поэтому вот если до двух часов, это еще более-менее можно компенсировать, а если больше двух часов, то тогда, ну тут уже, тогда важно вот в этот день, когда мы, да, мы легли, ну там или рано или поздно перед работой, но рано встали и не выспались. Вот в этот вечер хотя бы прийти, не ложиться вечером, ну или там днем поспать, да, не давать себе такой возможности, хотя и мы плохо себя чувствуем, потому что это опять будет за счет ночного сна. Как только вы разобрались с режимом и заблаговременно подготовили организм к ранним подъемам, можно подумать и о своем психологическом состоянии. Перед тем, как выйти на работу, убедитесь, что у вас все под контролем. Проверьте электронную почту, планировщик задач и список дел на ближайшие дни. Разберитесь с вопросами, которые накопились за время вашего отсутствия, чтобы не отвлекаться на них в первые рабочие дни. Эксперты советуют постепенно возвращаться к рабочему ритму, начиная с небольших задач и проектов, которые не требуют больших усилий. Это поможет плавно войти в трудовые будни и избежать стресса. Но что важно, хорошо вот эти праздники мы отметили Новый год. Да, у нас произошел такой сбой, нарушение ритмов. Но желательно, чтобы в последующие дни потихонечку, даже если был большой сдвиг в сравнении, во сколько мы встаем в рабочие дни и во сколько мы в праздничные либо выходные встаем, потихонечку, если это большой сдвиг произошел, тогда необходимо хотя бы по часу каждый вечер, каждый день на час сдвигать, для того, чтобы к рабочим дням прийти уже в хорошем состоянии. И уже мы пришли к тому рабочему режиму, в котором мы живем и работаем. Настрой на рабочий день – один из главных аспектов, который помогает не впадать в уныние и поддерживать оптимистичное отношение к трудовым достижениям. И, конечно же, не забывать о важности общения со своими коллегами и друзьями. Обсуждайте прошедшие праздники, делитесь воспоминаниями и планами на будущее. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости. Студенты Казанского федерального университета могут принять участие в республиканском конкурсе «Транспортный грант-2024». С 1 января стартовала заявочная кампания. Ежегодный конкурс предоставляет возможность студентам Республики Татарстан получить финансовую поддержку и компенсировать стоимость проезда в общественном транспорте. В конкурсном отборе могут принять участие студенты очной формы обучения, имеющей оценки успеваемости «Хорошо» или «Отлично», не имеющей академической задолженности. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова